Всем привет, субтитры и добро пожаловать в новое видео. И ситуация с Олли потрясла всех. 14 октября её не стало. И многие видели в ней жизнерадостную девушку, которая постоянно улыбается, ведёт себя иногда очень странно, но тем не менее, которая говорит, что её не волнуют комментарии в интернете. Что ей не важно, что о ней говорят. Но после того, как, по словам, по-моему, её менеджера, она долгое время боролась с тяжёлой депрессией, всё-таки конец настал. И не зря ведь она говорила, что я неплохой человек, почему вы говорите плохо обо мне? И поэтому, наверное, многие люди и назвали причиной произошедшего именно буллинг. Кибербуллинг, киберпреследование, киберугрозы. Все те слова, которые льются тоннами на популярных, даже непопулярных людей. Потому что одни считают себя чуть выше, они считают себя лучше, а ты как будто бы недостоин. И поэтому они думают, что будет правильным сказать тебе, что ты какой-то гадкий, что ты как-то неправильно поступаешь, неправильно себя ведёшь, что, возможно, выглядишь как-то не так, по их мнению. Но посмотрите, к чему это приводит. Уже огромное количество людей свело счёты жизни просто потому, что они столкнулись с тем, что является бичом 21 века. Тем, что настигает практически каждого. Кто-то чуть сильнее, он справляется, он забывает обо всём этом, не обращает внимания или, по крайней мере, старается. Но для кого-то это может стать последней крупицей в океане. В океане всего того, что на него находит, и ему кажется, что пути назад уже нет. И вот тут можно сказать, что наконец-то они зашевелились. Потому что в корейском законодательстве будет принят акт, так называемый закон Солли. То есть это закон, это акт против преследований, против издевательств и злостных комментариев. И его поддержало около 100 компаний и 200 знаменитостей. Он будет представлен в начале декабря на 49-й день за дня кончины Солли. И неужели кого-то стали волновать злостные комментарии в интернете? Мне кажется, что в каждой стране не помешал бы такой закон, чтобы какие-то странные умники не могли просто так взять и написать о тебе негативный пост. Или же писать тебе негативные комментарии, указывающие на то, что ты какой-то не такой. Чтобы люди не могли желать тебе чего-то плохого, думая, что это безнаказанно для них. Это неправильно. Неправильно, что такие люди могут спать спокойно, зная, что они кого-то довели. Радоваться тому, что они кого-то довели. Просто давайте посмотрим на то, как айдолы постоянно улыбаются, как они делают вид, что у них всё хорошо, что их не волнуют никакие комментарии, что их не волнует то, кто что о них говорит. И да, даже обычные люди, простые, не знаменитости, не какие-то публичные персоны. Просто задумайтесь, насколько отвратительно может ощущать тебе человек, которому приходит подобное в голову. Я в своё время тоже с таким сталкивалась. Окей. Имея блог, будучи отчасти всё-таки публичным человеком, я вижу такое. Вижу такое, например, в специальной вкладочке со спамом, с заблокированными комментариями. И я вижу такое, когда кто-то мне присылает чьи-то посты и спрашивает, что я об этом думаю. Интересно. А зачем у меня об этом спрашивать? То есть мне нужно как-то высказывать своё мнение относительно чьего-то негативного ко мне отношения? Мне нужно высказывать мнение относительно чьих-то домыслов, догадок, каких-то предположений о том, что я за человек. Разве я сделала им что-то плохое? Нет, им просто так хочется. Им просто хочется доказать свою важность вот этим вот каким-то комментарием или негативным постом, или ещё чем-то, не зная человека. Посмотрите, сколько жертв подобного отношения. У скольких людей депрессия. У скольких людей случаются панические атаки на фоне всего этого. И сколько людей не могут это пережить. Сколько людей не в силах справиться. Сколько людей не в силах рассказать кому-то, что их тревожит. Потому что для многих это звучит странно, когда ты говоришь, что, например, ты плачешь из-за комментариев в интернете. Или же ты чувствуешь себя плохо из-за комментариев в интернете. Нет. Многим кажется, что, эй, если тебе как-то не нравятся комментарии, ну блокируй их, удаляй, там ещё что-то делай. Это же интернет. Но, здравствуйте, давайте будем реалистами. Блокировать можно бесконечно. Но посмотрите на происходящее. Посмотрите на то, что происходит на самом деле. Например, одна из, по-моему, бывших участниц какой-то женской группы написала о пост, посвящённой Соли. А ей в комментариях какой-то злостный недоброжелатель, выразимся так, написал, что хочешь быть следующей. И что можно поделать с такими людьми? Только наказывать их. Наказывать их за то, что они лезут в чужую жизнь. Они лезут в чужое ментальное здоровье. Они лезут в то, что является нашим самым сокровенным. То, что невозможно вернуть. Нельзя как-то повернуть стрелки назад, чтобы всё наладилось. Нет. Ты просто принимаешь это и живёшь с этим грузом до поры до времени. Прекрасно сейчас понимаю, что она могла испытывать. И это связано не только с какими-то подобными комментариями и какими-то чьими-то словами, потому что, да, ты действительно пытаешься привыкнуть с этим жить. Но так же невозможно бесконечно. А как же с этим бороться? Как же сделать хоть что-то? Ну, как я уже сказала, не помешал бы в каждой стороне закон, чтобы люди не могли оскорбить тебя в интернете, чтобы люди не могли сделать тебе больно, чтобы они не подрывали твоё ментальное здоровье. Но в любом случае помните, что за вмешательство в чужую жизнь всё-таки наказание полагается в каждой стране. В любом случае не обращайте внимания на то, что кто-то где-то о ком-то говорит, потому что это их личное мнение. И человеку, о котором это говорят, это знать не обязательно. Ему не нужно лишний раз переживать и как-то страдать из-за того, что кто-то что-то о нём сказал. Нет, во-первых, старайтесь обращать внимание только на хорошее. А негатив, он и есть негатив. Он чей-то яд, и пусть он с ними и остаётся. Остаётся с ними и с теми глупыми людьми, которые считают это нормой. Но мы ведь с вами не такие. Мы с вами нормальные, адекватные люди, которые понимают, что это приносит людям боль. Это неприятно. И поэтому не стоит пытаться оскорблять кого-то в интернете, поливать их грязью. А нам самим нужно вовремя обращаться к специалистам. Если вас что-то беспокоит, если вас мучают странные мысли, то найдите человека, которому вы сможете довериться. Будь это человек, работающий в какой-то анонимной службе поддержки, или же будь это какой-то ваш хороший друг, который готов вас поддержать, будь это ваши родители, возможно, у вас есть хорошие учителя, возможно, у вас есть психолог или психоаналитик, кто-то, кому вы можете рассказать всё, кто не будет смеяться над вашими проблемами, кто не будет как-то отшучиваться, кто сможет вовремя вас защитить. Тот человек, которому вы доверяете. Просто не держите это в себе. Просто вовремя обратитесь за помощью. Это очень и очень важно, чтобы вот подобные случаи, как с Олли, как с Джон Хёном, как с огромным количеством других людей, больше не повторялись. Потому что нам не нужны трагедии. И не забывайте, что всё-таки за злостные комментарии вы можете понести ответственность. Так что, либо говорите хорошо, либо молчите. Субтитры создавал DimaTorzok